Монах Симеон Афонский О Божественной Тишине Предисловие Книга о Божественной Тишине, написанная монахом Симеоном со святой горы Афон, есть живой отклик на учение безмолвников и сихастов XIV столетия и более раннего времени. В ней есть слова о хранении ума и сердца, о нетварном сиянии, то есть нетварном божественном свете, о покое от помыслов и прочее. Но эта книга – отклик из нашей эпохи и поэтому представляет для современного читателя особую ценность. Книга по большей части адресована современному монашеству. На простом и понятном языке она объясняет, каким должен быть истинный монах. Монах – это тот, кто хранит ум, чтобы непрестанная молитва стала непрестанной любовью к Богу. В стремлении к божественной тишине души у отцов Исихии монах должен пройти школу духовного совершенствования, основа которой – работа над своим внутренним человеком, а не внешним. Послание к римлянам, глава 7, стих 22. Основой внутреннего человека является то, что, согласно греческим отцам, называется умом. Ум не имеет ничего общего с интеллектом, набором знаний, мозгом, то есть всем тем, что теперь принято называть умом. Ум – особый духовный орган человека, через который человек познает тишину, то есть благодать Божию, а через это и самого Бога, которого Симеон, следуя святому Дионисию Ариапагиту, называет непредставимой божественной тишиной. В книге дается немалое количество важнейших и очень лаконичных духовных руководств, каждая из которых заканчивается словами «неважно, монах ты или мирской». Ведь есть общие духовные законы, которые человеку надлежит исполнять, кем бы он ни был. В книге поднимается вопрос о пагубном и губительном неведении духовной жизни, которое коренится в неведении самого себя, победить которое, через очищение ума и сердца, может только монах. Если ты хочешь понять, насколько ты поражен полным непониманием духовной жизни, и это постижение возможно только по мере очищения сердца, как тут не задуматься о монашестве? Ведь только монах может научиться весь свой ум отдавать Богу. Такому смелому человеку даровано великое счастье – встреча с Творцом, которое делает человека Богом по благодати. Если ты хочешь научиться отдавать весь свой ум Богу, чтобы Он встретил тебя там, где ты не ожидаешь, как тут не задуматься о монашестве? Монах Симеон в своей книге, которую еще можно назвать «О пути к божественной тишине», рассказывает из опыта о трудностях этого пути. Монах должен победить ум, то есть его греховное состояние, только тогда он способен победить в себе зло, которое гнездится в привязанности к миру и самому себе, как частичке этого мира. Если мы отдадим сердце суете и гордости, то в нем будет полный мрак и отчаяние, а если отдадим его Христу, то в сердце будет Христос и свет Христов, как неотъемлемое достояние монашеского сердца. Истинный монах не должен просить утешения у Бога, но спасения, которое невероятно просто и именно поэтому чрезвычайно труднодостижимо. «Любой человек, а особенно монах, не должен растворяться в делах земных, которые не стоят даже горсти пыли» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. «Не должен строить планы на будущее, не живи будущим, ибо, устремляясь помыслами за будущим, не успеешь жить настоящим, но живи прямо сейчас». Таков путь монаха, и таков путь истинного христианина. Этот тленный мир может идти только к гибели, другого пути у него нет. Ибо если не станет тех, кто может говорить смело и прямо, то не станет и тех, кто может слушать смелых и прямых, не станет и тех, кто может жить честно и правдиво, тогда ложь и обман будут процветать и править людьми, и монах не стремится к этому. Игумену Афонского русского Пантелеимоного монастыря, священно-архимандриту Иеремии посвящается. Первое. Монах – это тот, кто хранит ум, а не вещи. Монах – это тот, кто днем хранит себя, а ночью хранит весь мир. Монах – это тот, чьи руки отданы послушанию днем, а сердце отдано молитве и днем, и ночью. Монах – это тот, чья цена не в его руках, а в его ночной молитве. Монах – это тот, кто не дает воли своему уму и живет по воле Божией. Монах – это тот, кто с помощью благодати Божией победил память о теле и сделался бестелесным, хотя и пребывает в теле. Монах – это тот, чей ум чист от помыслов и преображен божественной благодатью, которая соединяет его с Богом. Монах – это тот, кто не только старается молиться нерассеянно, но и живет нерассеянно. Монах – это тот, в ком божественная любовь нашла свое жилище, и кто стал неодолимым и неприступным для врага. Монах – это тот, чья непрестанная молитва стала непрестанной любовью к Богу. Второе. Монах, познавший опытно, что человек – это дух бессмертный и поэтому имеет призвание от Бога жить духом, а не плотью, и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. Монах, познавший опытно, что человек обязан никогда не отдавать ум блудным помыслам и непрестанно хранить его в смирении от гордых помыслов и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. Монах, познавший опытно, что иметь помыслы не является необходимостью, но и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. Монах, познавший опытно, что иметь помыслы не является необходимостью, но не иметь помыслов, и быть в духе святом – его прямая обязанность и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. Монах, познавший опытно, что покой ума, отринувшего помыслы, и свобода от страстей – дары Божии, которые приобретаются неустанным подвигом и предельным напряжением душевных сил, и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. Монах, познавший опытно, что небрежение о хранении ума приводит к его помрачению, а тщательное хранение ума от помыслов приводит к его просвещению, и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. Монах, познавший опытно, что гордость – это ложная память о себе и полное забвение истинной памяти Божией, а смирение – это полное забвение самого себя ради совершенной любви к Богу и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. Монах, познавший опытно, что отсутствие помыслов – это истинный пост души и сердца, и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. Монах, познавший опытно, что смирение – это мирное состояние души, не принимающий никаких помыслов, и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. Монах, познавший опытно, что душа должна бояться даже подумать о чем-либо ином, кроме Бога, и, утвердившийся в этом познании, близок к спасению. 3. Когда монаху откроется, что не так важно то, что происходит вне его, как важно то, что происходит внутри его, он укрепляется в мужестве. 4. Когда монаху откроется, что просить об утешении и не просить о спасении – это большая ошибка, и что Бог исправляет ее тем, что помогает душе стяжать спасение, ободряя ее утешениями после многообразных испытаний, он укрепляется в мужестве. 5. Когда монаху откроется, что любить ближнего – это бороться против дьявола за эту любовь, он укрепляется в мужестве. 6. Когда монаху откроется, что стойко хранить веру в Бога, и ни при каких обстоятельствах не отрекаться от Христа – это высочайший подвиг, который открывает душе вход в небесные чертоги, он укрепляется в мужестве. 7. Когда монаху откроется, что пренебрегающий миром должен пренебрегать и похотями тела своего, ибо это тело также часть мира сего, он укрепляется в мужестве. 8. Когда монаху откроется, что соблазнившийся блудом добровольно, поневоле узнает, что такое живой ад, он укрепляется в мужестве. 9. Когда монаху откроется, что если он устоит в целомудрии, его душа на опыте узнает, что такое небеса, он укрепляется в мужестве. 10. Когда монаху откроется, что если он отвергнет страдания и возропщит, узнает на опыте мрак и тесноту души, оставленной без помощи Божией, 10. А когда он примет страдания и поблагодарит за него Бога, узнав на опыте благость и помощь Божию, он укрепляется в мужестве. 11. Когда монаху откроется, что воля Божия – это то, без чего в мире нельзя приобрести что-либо своими усилиями, как бы за этим ни гнаться, и невозможно отвергнуть, как бы этого ни избегать, 12. Он укрепляется в мужестве. 12. Когда монаху откроется, что если он не возненавидит совершенную ненавистью свое рабство, то погибнет, не успев освободиться от своего рабства и понять, насколько он раб самого себя, он укрепляется в мужестве. 14. Насколько счастье людей непрочно. 15. Стоит появиться всего лишь одному помыслу, и счастья уже нет, неважно, монах ты или мирской. 15. Уметь людям подарить радость – это тоже нужно уметь, и этому необходимо учиться всю жизнь, неважно, монах ты или мирской. 16. Если тебя преследуют неудачи, вспомни о смирении, и оно укажет тебе правильный путь, неважно, монах ты или мирской. 17. Сколько раз упадешь, столько раз и вставай, и придет время, когда ты уже не упадешь никогда, ибо смилуется над тобою Господь, неважно, монах ты или мирской. 18. Тот, с кем нельзя говорить прямо, не услышит ничего для себя полезного, ибо единственно полезное – это духовное слово, неважно, монах ты или мирской. 19. Если твой ум чего-то не понимает, но ты понимаешь, что твой ум чего-то не понимает, то ты недалек от истинного понимания, неважно, монах ты или мирской. 20. Поделишься с ближним радостью – увеличишь ее. Поделишься с ближним бедой – уменьшишь ее, неважно, монах ты или мирской. 21. Не обижай никого и сам терпи обиды, ибо если научишься терпению, то не сможешь никого обидеть, неважно, монах ты или мирской. 22. Смирение всегда полагается на советы других, а глупость полагается на саму себя, неважно, монах ты или мирской. 23. Чем больше возненавидишь грех, тем больше обретешь любви к Богу, неважно, монах ты или мирской. 5. С какой стороны жизнь не пробуй, всюду у нее один вкус – вкус печали и скорби. 6. Как тут не задуматься о монашестве? 6. Мир – это своеволие, которым он убивает своих приверженцев, и все же они чтут своеволие, словно идола. 7. Как тут не задуматься о монашестве? 8. Когда ты поймешь, как стяжать спасение в тех обстоятельствах, которые посылает тебе Бог, и не будешь бороться с ними, тогда ты поймешь и то, что дух человеческий, укрепленный Богом, выше всех обстоятельств. 9. Как тут не задуматься о монашестве? 10. Чем к большему смирению успеешь прийти, тем ближе к Богу окажешься. 10. Как тут не задуматься о монашестве? 11. Если ты хочешь понять, насколько ты поражен полным непониманием духовной жизни, и это постижение возможно только по мере очищения сердца, 11. Как тут не задуматься о монашестве? 12. Если ты хочешь научиться отдавать весь свой ум Богу, чтобы Он встретил тебя там, где ты не ожидаешь, 12. Как тут не задуматься о монашестве? 13. Не узнав горе чебесовской, борясь против натиска зла, не узнаешь славы Божией, 14. И не пройдя на земле мук ада, отстаивая от духов злоба чистоту своей души, 15. Не пройдешь во врата Царства Небесного. 15. Как тут не задуматься о монашестве? 16. Бог непрестанно находится рядом с тобой, 16. И твоя молитва не может быть иной, как только непрестанной, 16. Как тут не задуматься о монашестве? 17. По качеству твоей души и качества твоей жизни, 17. Как тут не задуматься о монашестве? 18. В Царстве Божием царствует любовь к Богу и ближнему, 18. Но эта любовь, как и Царство Божие, силой уберется. 19. Как тут не задуматься о монашестве? 19. Шестое. 20. Если ты хочешь найти самого себя, 21. Оставь людей и иди за Богом. 21. И это возможно только на монашеском пути. 22. Если хочешь найти смиренных людей, 22. Оставь самого себя, и Бог приведет тебя к ним, 23. И это возможно только на монашеском пути. 23. Если хочешь полюбить Бога, 24. Не забудь о людях и узнаешь, как любить Бога. 25. И это возможно только на монашеском пути. 26. Если хочешь полюбить людей, 27. И Бог научит тебя, как любить людей. 27. И это возможно только на монашеском пути. 28. Если ты любишь себя, 29. Ты не можешь любить Бога. 29. А когда ты возненавидишь себя, 30. То познаешь любовь к Богу. 30. И это возможно только на монашеском пути. 31. Если ты хочешь стать бесстрашным, 31. Победи ум и победишь страх. 31. И это возможно только на монашеском пути. 31. Если ты говоришь, что ты духовно бессилен, 32. Это только воображение твоего бессилия, 33. Которое убивает твою духовную жизнь. 33. Но избавиться от этого воображаемого бессилия 34. Возможно только на монашеском пути. 34. Только лишь в согласии с божественной любовью 35. Ум сможет овладеть духовной жизнью и постичь ее смысл. 35. И это возможно только на монашеском пути. 36. Чтобы получить дар божественной любви, 36. И обрести милость Божию, 37. Сначала мы должны научиться самопринуждению, 37. И это возможно только на монашеском пути. 37. Привязанности – это пленение и рабство души, 38. Ввергающие ее в неисчислимые страдания. 38. Но истинная любовь 39. Есть вечная свобода и истинное, неприходящее блаженство любящей души. 39. И такую любовь возможно стяжать только на монашеском пути. 40. Седьмое. 40. Научиться любить Бога и ближних – 40. Значит, научиться отвергать все привязанности. 41. Ибо истинная любовь не живет в привязанностях. 41. Она может жить только в духовной свободе, 41. Которая есть неотъемлемое достояние монашеского сердца. 42. Привязанность – это страдание и рабство во всех ее видах, 42. А божественная любовь свободна во всех ее проявлениях, 43. И она есть неотъемлемое достояние монашеского сердца. 43. Если мы отдадим сердце суете и гордости, 44. То в нем будет полная тьма и отчаяние. 44. А если отдадим его Христу, 45. То в сердце будет Христос и свет Христов, 45. Как неотъемлемое достояние монашеского сердца. 45. Есть самоуспокоение человеческое, 46. И есть покой Божий, и это разные пути. 46. Но покой Божий – это неотъемлемое достояние монашеского сердца. 47. Высший монашеский подвиг – хранение внимания в сердце, 47. И это внимание – неотъемлемое достояние монашеского сердца. 48. Самая великая любовь – не отрывать внимание от Бога, 49. Который обитает в нашем сердце, 49. И такое непрестанное внимание – 50. Есть неотъемлемое достояние монашеского сердца. 50. В любви нет и не может быть никакой усталости, ибо истинная любовь никогда не устает. 51. И такая неустанная любовь есть неотъемлемое достояние монашеского сердца. 51. Кто близ меча мученического, тот близ Бога. 52. И нет ничего выше той любви, как положить жизнь за Христа из-за ближнего своего. И такая любовь – неотъемлемое достояние монашеского сердца. 53. Истинная любовь свободна в своем выборе именно потому, что она не посягает ни на чью свободу, и она любит всех, но предпочитает обитать в целомудренном сердце, как неотъемлемое достояние монашеского сердца. 53. Если уйдешь от Бога в мир, станешь прахом и смешаешься с землей. А если уйдешь от мира и соединишься с Богом, станешь Богом по благодати, которая есть неотъемлемое достояние монашеского сердца. 54. Мир этот, мир отчаяния. Ибо когда он рушится, то его руины погребают всех, кто держался за него, но не того, кто нашел опору в Боге. Помни об этом, монах. 55. Мир этот, мир отчаяния. Ибо когда он рушится, то его руины погребают всех, кто держался за него, но не того, кто нашел опору в Боге. Помни об этом, монах. 56. Помогай жизни жить, и жизнь поможет тебе не умереть. Помни об этом, монах. 57. Чем больше мы убегаем от учителя, тем меньше сможем научиться. Помни об этом, монах. 57. Боль и страдания – наши учителя от Бога, ибо в них мы развиваемся и растем. Помни об этом, монах. 58. Спасение настолько невероятно просто, что именно поэтому оно чрезвычайно труднодостижимо. Помни об этом, монах. 58. Непобедимость человека в том, что он может вставать после падений. Помни об этом, монах. 59. Печально, что люди умирают. 60. Но самое печальное – то, что они живут, не помышляя о смерти. Помни об этом, монах. 61. Все дела земные не стоят даже горсти пыли, тем более мысли о них. Помни об этом, монах. 62. Всякое воспоминание, уводящее твой ум от возлюбленного Христа, это невозвратимая потеря времени в духовной жизни. Помни об этом, монах. 63. Если этот, приходящий мир, мир чувств и не более того, тогда духовный, неприходящий мир и есть истинная жизнь, которая более всего необходима, чтобы жить вечно. Помни об этом, монах. 63. Увидишь брата твоего, приветствуй его, как Христа, ибо брат твой – утешение твое, если ты монах. 64. Увидишь брата твоего, отдай ему свою жизнь, ибо брат твой – жизнь твоя и спасение твое, если ты монах. 65. Если хочешь принять решение, прими его в совете с опытным монахом, если ты монах. 66. Если рядом нет опытного монаха, пусть твое решение будет принято в тишине, молитве и смирении, и отвергни то, что сеется в душу в сомнениях и колебаниях, если ты монах. 66. Не живи будущим, ибо, устремляясь помыслами за будущим, не успеваешь жить настоящим, но живи прямо сейчас, если ты монах. 67. Не живи прошлым, ибо тогда может быть слишком поздно, чтобы жить настоящим, но успей жить прямо сейчас, если ты монах. 68. Все, что было в твоей жизни, как будто не было вовсе, а то, что с тобой было всегда, ты даже не заметил. 69. Не упусти последней возможности, успей заглянуть в самого себя прямо сейчас, если ты монах. 69. То, что тебе кажется находящимся далеко, может быть ближе, чем ты думаешь, и даже то, что ты можешь об этом думать, ты думаешь лишь благодаря этой близости, которую тебе предстоит познать, если ты монах. 69. Мелочи жизни — это обыденность и суета, которые умерщвляют душу, если она не стремится в сокровенную глубину божественной жизни. И ты должен сделать это, если ты монах. 70. Божественная жизнь желает, чтобы мы устремлялись в ее сокровенность вплоть до безраздельной, самозабвенной и всеохватывающей любви. И ты должен сделать это, если ты монах. 70. Жизнь не может быть бессмысленной. Такой мы делаем ее сами, когда не трудимся ради своего спасения, которое необходимо стяжать, если мы истинные монахи. Жизнь нам дана не для того, чтобы бороться за нее, а для того, чтобы бороться за свое спасение, если мы истинные монахи. Если есть похоть, значит, нет любви к Богу. А если есть любовь к Богу, то похоти нет и быть не может, если мы истинные монахи. 71. Душа не хочет жить чужим счастьем, но желает ощутимо иметь свое счастье, которое приходит к ней лишь после того, как душа откажется от личного счастья, после многочисленных попыток найти его своими усилиями, поэтому лучше всего отказаться от всех своих представлений и полностью доверить себя Богу, если мы истинные монахи. 72. Мир любит мечтать, но не умеет жить. И только те, которые не живут мечтами, обретают жизнь вечную и становятся истинными сынами Божьими, которым следует подражать, если мы истинные монахи. 73. Божественная любовь – это возвышенное состояние души, в котором душа непрестанно молится в Духе Святом, и ради этой любви стоит отдать свою жизнь, если мы истинные монахи. 74. Чем меньше мы просим Бога, тем больше мы Его любим бескорыстной и чистой любовью, как нашего Отца Небесного, если мы истинные монахи. 75. Если сердце – это безмерные воды духовные, то смирение лежит на самом дне сердечного океана, в который нам надлежит погрузиться, если мы истинные монахи. 76. Терпение ради возлюбленного Христа, всего приключающегося с нами, это верность нашей любви к Богу, если мы истинные монахи. 76. Смирение – это истинная, неприходящая жизнь души с миром Божиим, который свыше приходит в душу, если мы истинные монахи. 11. Богатство и власть. Главные признаки гордого человека, который пытается удержать то, что возлюбило его сердце, не имея сил расстаться с ними, и монах не стремится к этому. 11. Богатый и властный – самый бессильный человек, ибо не имеет сил и решимости освободиться от наслаждения богатством и властью, и монах не стремится к этому. 12. Накопление богатства – это накопление жадности, а стремление повелевать другими – это упоение гордостью и крайнее бесстыдство, и монах не стремится к этому. 12. Эгоизм, сопротивляясь духовному слову, выбирает из духовных книг лишь то, что его укрепляет, и тем самым человек обманывает себя и других, и монах не стремится к этому. 13. Бог может даровать человеку самое лучшее, что у него есть, но человек не получает самого лучшего, ибо изо всех сил цепляется за то малое, что он приобрел своими усилиями, и монах не стремится к этому. 14. Если этот мир тебе страшен его лживостью, тогда ты найдешь в себе смелость и решимость отречься от него. Но если ты не боишься лживости мира, то значит ты страшишься отречься от него и боишься самого себя, ибо страх поработил тебя и владеет тобою, и монах не стремится к этому. 15. Если этот мир тебе страшен его предательством, тогда ты найдешь в себе смелость и решимость встретить разлучение с ним и обрести уединение. Но если ты не боишься предательства мира и наслаждаешься его мишурой, значит ты боишься расстаться с ним и начать жить в глубоком уединении, ибо сердце твое порабощено суетой, и оно владеет тобою, и монах не стремится к этому. 16. Чем больше люди ценят и почитают доброе сердце, тем больше между ними доверия и любви. 17. Чем больше люди восхваляют и превозносят ум, тем больше среди них обмана, предательства и подлости, и монах не стремится к этому. 17. Путь всех смиренных в том, что они всегда уступают друг к другу и в конце концов отказываются от самих себя, а путь всех гордецов, расталкивая всех, возвысится над другими, и в конце концов гордецы гибнут вместе с теми, кто следовал за ними, и монах не стремится к этому. 18. Этот тленный мир может идти только к гибели, другого пути у него нет. Ибо если не станет тех, кто может говорить смело и прямо, то не станет и тех, кто может их слушать. Если не станет тех, кто может слушать смелых и прямых, не станет и тех, кто может жить честно и правдиво, тогда ложь и обман будут процветать и править людьми, и монах не стремится к этому. 12. Смотреть в мир, как смотреть в кривое зеркало, всегда одно и то же. Никогда не увидишь прямого и правдивого, поэтому монах учится смотреть в самого себя, ибо Царство Небесное внутри. Так монах становится истинным монахом. Кто не понимает, что он делает, падает первым. Следующим падает тот, кто развратен. Затем тот, рядом с которым нет честных и кто сам нечестен. Поэтому монах учится премудрости Божией, ибо Бог и есть сама премудрость. Так монах становится истинным монахом. То, чего достигают в уединении, и есть то, в поисках чего рыщут по всем дорогам и не находят. Поэтому монах учится пребывать в уединении, которое становится его учителем. Так монах становится истинным монахом. Раскидываться людьми легко, а собирать людей трудно. Так же, как найти спутника по жизни нелегко, а потерять проще всего. Поэтому монах учится любить ближних, и в этой любви находит Бога. Так монах становится истинным монахом. Когда на первом месте дела, а на втором люди, то дела неудачны, а люди недобры. Но когда на первом месте добрые люди, а дела на втором, тогда добрые люди делают добрые дела. Поэтому монах учится ценить добро, ибо добро есть основа жизни. Так монах становится истинным монахом. монахом. Когда отказываются принимать советы, их перестают давать. Когда не слышат добрых советов, запутываются и гибнут. Поэтому монах учится умению спрашивать и слушать. монах. Так монах становится истинным монахом. Многознание и красноречие внешне похожи на мудрость. Но внутри не имеют никакой опоры для человека. Поэтому монах предпочитает ничего не знать, кроме Бога. Так монах монах становится истинным монахом. Пока человек целомудрен, он остается небесным человеком. Без целомудрия он превращается в животное. Поэтому монах учится хранить целомудрие даже ценой своей жизни. Так монах становится истинным монахом. Духовный человек знает, что дьявол может изобразить все добродетели, кроме смирения. Поэтому монах только и занят тем, чтобы стяжать совершенное смирение. Так монах становится истинным монахом. Блуд и чревоугодие – дурные друзья, которые убивают людей. Поэтому монах всю жизнь учится дружить с истинными друзьями, целомудрием и воздержанием, которые приводят его к вратам Царства Небесного. Так монах становится истинным монахом. Монах, успей понять, что жизнь – это всего лишь мгновение, благодаря которому любовь и смирение, если мы успеем приобрести их, становятся вечностью и нашим спасением. Монах, успей понять, что лучше всего быть глубоким и смиренным, чем мелким и тщеславным. И глубокий и смиренный ум лучше мелкого и тщеславного ума, ибо чтобы назвать тьму тьмой, это уже свет. Монах, успей понять, что смирение состоит не в том, чтобы думать о себе слишком плохо, а в том, чтобы не думать о себе слишком хорошо. И так можно прийти к истинному смирению, совершенной ненависти к самому себе и полному отвержению самого себя. Монах, успей понять, что предающиеся блуду приходят к потере ума, а хранящие целомудрие достигают просвещения ума. Монах, успей понять, что божественное просвещение ума – это ум, очищенный от всех помыслов, страстей и желаний, когда он весь озаряется немеркнущей божественной славой, которая открывается истомившейся душе, как неприходящая божественная любовь. Монах, успей понять, как исполнить Евангелие. То доброе, что нужно сделать, делай сразу и с такой решимостью, чтобы ничто тебя не остановило. А то дурное, чего нельзя делать, не делай ни за что, чтобы никто не мог принудить тебя это сделать. Монах, успей понять, что победа над всеми страстями начинается с первого шага, с отказа от одной страсти. Монах, успей понять, что совершенная чистота сердца от всех бесчисленных помыслов и желаний приобретается с первого действия, с отречения от одного помысла и желания. Монах, успей понять, что смирение любит жить в глубокой незаметности и совершенном уничижении, как ценные рыбы предпочитают жить в глубине моря, а гордость любит жить на поверхности и на виду, как лягушки на болотной ряске. Монах, успей понять, как приходит помощь Божия. Видишь что-нибудь? Терпи. Если сможешь так делать, то увидишь и узнаешь то, чего и не ожидал. Четырнадцатое. Душа, укрепившаяся в умном разумении воли Божией, приобщается Божественной тишины и жизни самого Христа. Душа, укрепившаяся в постоянном сердечном внимании, приобщается невозмущаемой тишины сердечной, свободной от всякого помысла. Душа, укрепившаяся в отвержении всякого мысленного непокоя, приобщается в сердце непредставимой Божественной тишины и Божественного мира. Душа, укрепившаяся в стяжании неприходящего мира и покоя, приобщается незыблемой Божественной тишины и соединяется с Богом. К душе, укрепившейся в совершенной чистоте и избавившейся навсегда от всяких помыслов и страстей, приходит Божественная тишина, как бесценный дар свыше от любвеобильного Бога. Душа, укрепившаяся в стяжении неприходящего мира. Душа, укрепившаяся в стяжении неприходящего мира. Субтитры создавал DimaTorzok